Ну что же, огромное спасибо Ивану за все новости регионы, которые он нам поведал. Приятно, что поговорили о театральном фестивале, о театральных фестивалях мы еще сегодня поговорим. Вань, огромное спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Марина Гетский, Панарефи в студии программы «Наше утро» и сегодня у нас мужской день. Да, так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Вот, кстати, ты знаешь, я очень люблю делать подарки любимым и близким. Тебе сегодня я подарила, правда, лак для ногтей, потому что он мне просто был необходим. Я думаю, что вот фотосессию, допустим, подарить, это отличный подарок для мужчины. Как ты думаешь? Я думаю, да, потому что сам мужчина редко отправится на фотосессию. Но если ему подарят, то тем более непростую фотосессию новогоднюю, это будет замечательно. А вот как правильно подготовиться к новогодней фотосессии, расскажет наш большой друг, замечательный фотограф Андрей Голубев. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну а в этом году есть какие-то тренды, я не знаю, на новогодние фотосессии? Ну, тренды, они, наверное, на Новый год всегда одинаковые. Это главное, чтобы было хорошее настроение у человека, который фотографируется, конечно, но и у фотографа. Ну и у фотографа тоже. Да, из этого никак. Поэтому если будет плохое настроение, бывает всякое же. Там с утра что-нибудь не заладилось что-то, там с одеждой, может быть, что-то не получается, с макияжем что-то не получилось. Нужно все это забыть, прийти на фотосессию. Будь как будет, что нужно знать. Будь что будет, да. Андрей, скажите, а вот какую фотосессию вы как профессионал посоветуете, уличную или студийную? Все-таки Новый год, снежок, собачки можно как-то... Ну, тут, конечно, очень много зависит и от погоды, да. То есть я бы предпочел, лично я снимать, предпочел бы на улице. Можно сделать гораздо интереснее. Можно поставить на улице тот же студийный свет, создать особые цветовые эффекты. То есть осветить, скажем, если в лесу, осветить там елочки, покрытые снегом, каким-нибудь цветным цветом, да. И все будет очень здорово и красиво. Но все-таки зима на улице может быть и минус 30. Конечно. Поэтому куда денешься от фотостудии, да. В тепле, с чаем горячим или с кофе, все будет замечательно. Ну, согласитесь, фотостудии как-то зимой удобнее и комфортнее сниматься. А вот как правильно выбрать, я не знаю, вот эту фотостудию? Вот сейчас огромное количество фотостудий, вот заходишь в интернет, просто тебя закидывают, приходите к нам. Да, это да, это очень много, но и, к сожалению, они почти все одинаковые. То есть поэтому лучше выбирать все-таки не фотостудию, а фотографа. И он уже посоветует, да? Он уже, да, он уже ходит там какие-то свои фотостудии, и уже с ним вместе уже пойдут туда, куда он их позовет. Хорошо. Вопрос как к фотографу. Сколько стоит в новогодней фотосессии? О, ну это... Это секрет, это секретная информация. Напишите мне на бумажке, шепните на ушко. Нет, я могу озвучить. Нет, ну, будет обязательно. Потом, вы же разные, да? Да, да. Она может начинаться, скажем так, ну, там, грубо говоря, от полутора тысяч и до бесконечности. Бесконечности? Бесконечности, да. От полутора тысяч за час? За час, да. А имеет ли какое-то отношение? Один человек снимается, с семьей перешли, с домашним живым? Ну, это же опять же зависит от того, кто снимает. То есть там по-разному считают. Кто-то не считает количество. Главное, чтобы было вот это время, да, и все использовано. Кто-то считает людей. То есть это все зависит опять же от самого фотографа. А вот люди, которые сейчас собираются, думают, да, правда, надо сделать фотосессию, да, вот вы им просто дайте свой совет как профессионала. На что нужно обратить внимание, общаясь с фотографом? Количество кадров, там, он пообещает, что будет тысяча кадров. Тысяча кадров, знаешь? Всякие бывают, насколько ясно. Ну, главное, чтобы все-таки фотографии были хорошие, красивые, чтобы потом были приятные воспоминания. Поэтому количество кадров тут уже не важно, пускай их будет 10, но они будут настолько хорошие и классные, да, чтобы потом, когда вы будете смотреть, там, через 5, там, через 10 лет, будете вспоминать этот день большим удовольствием. А вот все-таки о трендах мы немного поговорили. Я хочу продолжить эту тему. В прошлом году, мне кажется, или позапрошлом, очень модно было приходить всей семьей и фотографироваться в одинаковой одежде. Такой семейный лук. Отошло это или это осталось? Ну, в принципе, это осталось. То есть, как бы, одеваются, да, создают такой фэмили-лук, когда одеваются примерно одинаково. Или, скажем, это могут быть такие постельные оттенки, и добавлен какой-то один цвет, и этот цвет должен повторяться, ну, может быть, не у всех членов семьи, но там повторяться на ком-то еще. И тогда будет все очень красиво смотреться. Ну, вот смотрите, мы говорили про уличную фотосессию и про студийную фотосессию. Вот все-таки, допустим, когда ты выбираешь студийную фотосессию, там можно, я не знаю, пофантазировать и большее количество образов подобрать для себя, ну, или для семьи, или для человека, которому там хочешь подарить фотосессию. А вот на улице, я вот просто, вы сказали, я сейчас анализирую, ну, понятно, что там в елках можно фотографироваться. Какие образы-то можно еще подобрать? Там будет больше эмоций, но какие образы? Также можно взять с собой и бенгальские огни, например, да, зажечь там. Те же самые там конфетти пострелять. Хорошее настроение, опять же. Да. Термоз, чем-то. Если, скажем, я буду снимать, то я бы там зажег бы и гирлянды даже. Я бы там зажег? Электрические просто, да, и повесили на эту елку. То есть, по сути, можно взять с собой мягкие игрушки, и поэтому, по сути, это будет та же самая студийная фотосессия, только это будет в более экстремальных условиях. Ну что же, друзья, самое главное правило от Адрея Голубева, как я понимаю, главное быть в хорошем настроении. И фотографу, и моделям. Ну что же, у нас в гостях был замечательный фотограф Андрей Голубев, он нам рассказал о предстоящих, я думаю, многим из вас, новогодних фотосессиях. Да, ну а далее рубрика «Спорт с пеленок», мы поговорим про хоккей. Да, про дворовой хоккей, давайте узнаем, как проходят тренировки на улице.